здравствуйте дорогие ребята сегодня на занятии мы будем делать такую аппликацию котик это просто обычная аппликация а вот здесь у нас аппликация с двигающимися детальками для работы нам понадобится бумага формата 4 цветной картон карандаш ластик ножницы большие маленькие фломастеры немножко малярного скотча нитки иголка можно вместо этого использовать проволоку клей карандаш хочу напомнить вам технику безопасности при работе с ножницами при работе внимательно следите за направлением резания не работайте тупыми ножницами не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями не режьте ножницами на ходу не бегайте и не ходите с ними также нам понадобится вспомнить технику безопасности при работе с иглами храните иглы в определенном месте в игольнице или в специальной коробочке не оставляйте их на рабочем месте шить нужно только с наперстком и не берите иголки в рот и не прикалывайте их к одежде сначала мы нарисуем эскиз на бумаге нам потребуется листок бумаги а4 наметим центральную ось симметрии относительно нее будем уже рисовать нашего котика верхней части листочка у нас будет голова в форме овала рисуем далее добавляем два треугольничка это у нас ушки далее намечаем туловище котика схематично она напоминает большой треугольник снизу рисуем лапки сверху две верхние лапки и и в одной лапки у нас будет корзинка можно представить ее форме круга намечаем круг и далее уже добавляем остальные детали давайте рассмотрим схему как нарисовать мордочку коту здесь на изображении показано разное состояние котик мурлыкающий котик грустный котик веселый котик удивленный крадущийся вы можете выбрать любое из этих состояний намечаем две линии к верху они немножко расширяются и внизу маленький треугольничек соединяем носик с глазами наш котик будет смотреть в сторону поэтому зрачок рисуем с левой стороны рисуем две дуги это у нас ротик теперь разрезаем наш эскиз на отдельные детальки и переводим это на лист картона я взяла белого цвета на этом этапе я решила еще добавить шляпку не забудьте пожалуйста про то что рисовать нужно на обратной стороне картона а не на цветной стороне чтобы заново не перерисовывать мордочку предлагаю его перевести накладываем сверху наш лист с эскизом на наш картон и сильно надавливая на карандаш прорисовываем все по контуру у нас должен появиться едва заметный контур которую мы потом уже обводим карандашом осталось сделать небольшую прорезь в корзинке для этого острыми маленькими ножницами протыкаем дырочку и вставляем наши ножницы теперь когда все вырезали можно начать раскрашивать рисуем глазки носик ротик на нашей плетеной корзинке добавляем разные узоры обводим лапки по контуру кота своего кота я решила сделать рыжим поэтому раскрасила его оранжевым цветом вы можете сделать другой у моей кошечке будет нарядное платье добавляю ей бусы делаю узоры на платье и прорисовываю фартук также не забываем про другие элементы такие как шляпка или что-то еще если вы придумали что-то другое делаем небольшие штрихи фломастером имитирую шерсть осталось сделать крепление для лапок вырезаем три пуговички из картона небольшого размера осторожной иголкой делаем по два отверстия делаем отверстие иголкой в местах куда будем присоединять наши детали корзинка тоже будет двигаться отрезаем 15-20 см нитки и вставляем ее в иголку протыкаем иголкой в задней части туловища далее вставляем в одну из дырочек иглу в лапку и параллельно в пуговку и возвращаем иголку на заднюю часть нашего туловища где будет у нас узелок так мы пришили верхнюю левую лапку то же самое делаем с правой лапкой и с корзинкой сзади делаем узелок скручиваем нитки вместе и закрепляем малярным скотчем чтобы они не торчали нижние лапки я просто пришила без пуговиц если котик снимать шляпку не будет то ее можно сразу приклеить клей карандашом второй способ изготовления аппликации более простой здесь мы не будем делать пуговки мы просто приклеиваем лапки и приклеиваем глазки вырезанные из картона или бумаги черному котику я еще добавила балалайку вырезала и приклеила и приклеиваем сложим в несколько слоев белую нитку отрежем ее и получим усики приклеиваем усики клей карандашом вот такие интересные котики у нас получились можно с ними поиграть и придумать например какой-нибудь спектакль а А можно придумать какую-нибудь песенку с котом. Надеюсь, вам понравился данный урок. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание. До скорых встреч!